Слава Украине, мир вам! Сегодня у нас 16 июля 2022 года. С вами Люба Амир Богоявлинский. И я хочу записать видео одному человеку, адресуя. Я не назову его ни имени, никаких данных об этом хорошем и очень интересном человеке. Буду на русском языке, потому что он русскоязычный. Он мыслит на русском языке. И это будет видео на моем архивном канале, опубликованном в категории видео «Неинтересное видео. Интернет-дневник Люба Амира Богоявлинского». Вы можете это видео выключить, вам будет вряд ли оно интересно, и вы ничего в основном не поймете, что я буду говорить. Мой дорогой привет! Ну, я хочу тебе еще раз сказать за книгу спасибо, что ты мне подарил. Мне на самом деле очень приятно. И ты знаешь, я тебя очень сильно понимаю, потому что как хочется, чтобы в этой жизни, в этом мире была помощь. Был тот человек, который может помочь, научить, рассказать. И когда этого нет, и мы пробиваем наш путь сами, и весь мир противостоит нам, насколько это тяжело. И миллион раз я пробивал свой путь, противостоя этому миру. Тогда никто ничего не помогал, а постоянно убивали, убивали, уничтожали. Ничего учить не хотели были такие вот люди, учителя, скажем, да, даже в школе той же. И десять лет с ноля изучаю английский язык. То есть, насколько это все медленно продвигается, и вот уже я вижу себя. Тридцать пять лет, стареющий, одинокий гей, который достигает в определенных вещах тех вершин, которые люди достигли уже в восемнадцать лет, имея прекрасных учителей, репетиторов и богатые семьи. И жизнь, она очень несправедлива и сценична. Она очень жестока, очень безразрична, сурова. И каждый мой путь, каждый шаг по этому пути, по этой дорожке, да, которые, эти пути разные, да, вот они объединены одной жизненной такой дорогой, целым жизненным путем, они пропитаны каплями, ручьями моей крови и моих слез, моей нечеловеческой боли. И проходя каждое испытание вот этой нечеловеческой болью, я сидел, высел, старел, а мое тело теряло красоту и обезображивалось по-своему, да, потому что, ну, у меня нет сейчас уже того красивого тела, что было, и большая трагедия. Имея настолько красивое тело, какое было у меня в прошлом, я не нашел любимого мужчину, который бы меня любил, а кто-то его нашел, кому-то повезло больше, да, но я отпустил, потому что всему есть свое философское обоснование, да, тем мучениям и страданиям, которые мы проходим. Гей-комьюнити, психологически грязное, мерзкое место с очень эгоистическими парнями, с богатых семей, которые плевать хотели на бедных геев, не сочувствуют, не сострадают, а только добивают дорожки. И вот борясь с небытием на последнем дыхании жизни и смерти я продвигаюсь вперед. Как было мне тяжело научиться писать научные статьи. Как это тяжело все сам сделать, когда нет той помощи, что должна была бы быть от мощной крепкой семьи. И поэтому, когда я читаю твою книгу, я тебя очень сильно понимаю. Я восхищаюсь твоей силой духа, что ты, проходя такой свой тяжелый путь, на последнем дыхании берешь и пишешь свою книгу. И когда я творил и писал свои книги, я помню, насколько общество жутко, дико их не принимало, особенно то первое, что я творил когда-то в прошлом, насколько это отвергалось, насколько это выбрасывалось, как мусор, непотребство, бестоланные, такие вот строки, мои стихи и так далее и тому подобное, еще в прошлом, это было где-то 2007-2008 год, что я в 2009 году упал вообще в депрессию и сжег свои тетради со стихами. Да, то есть я была в таком депрессивном, ужасном состоянии, где мне не то, что не хватало социальной поддержки, а я со всех сторон съедался, меня разрывались, я один был, болясь против этого мира и в тяжеленной депрессии. Вот, понимаешь? Не от мира всего. И я понимаю, насколько тебе важно, чтобы тебя максимальное количество людей поддержало, поняло, да, потому что от этих слов и от этого понимания зависит твой дальнейший творческий путь, где ты еще можешь написать много интересных, уникальных книг. Я хочу тебе четко сказать, что то, что я ощущаю и вижу, это мое субъективное видение и ощущение, которое абсолютно не распространяется на большинство людей. Я люблю читать книги либо классику, вот сейчас я люблю читать классику English language, англоязычную, хоть как это не тяжело, я люблю читать сейчас, вот, потихоньку, медленно. И также, если я читаю классику, то это классический курс иностранной литературы в украинском переводе, вот, потому что я по второму высшему образованию также учитель иностранной литературы, и, естественно, меня интересует именно школьная, в первую очередь, программа по классической литературе. Я читаю классику, говорю только, в основном, на английском языке и на украинском языке. Русский язык я минимализировал и даже я купил перевод моего любимого Булгакова, мастера Маргариты, на украинский язык, но еще не прочел. У меня уже есть в библиотеке. А так я на русском языке там раза два его перечитывал, это однозначно. Вот, понимаешь, и на английском раз прочел перевод. И также меня интересует мистика, психологические триллеры, психологические ужасы, фэнтези, да, такое мистическое. И, знаешь, вот очень люблю я хроники Амбара, Роджера Желязна, вообще Желязна, один из моих любимых писателей, хоть я не все его книги еще прочел. То есть, у меня такой очень специфический вкус. Ну, я говорю, что мне нравится в основном с художественной литературы. Это классика, и это фантастика, мистика, фэнтези, психологические триллеры, ужастики. Вот, и в основном, только вновь, я читаю на английском и украинском языках. На русском языке я читаю сейчас, ну, минимум просто, в связи с этой кровавой агрессией. Но дело не в языке, на русском языке я тоже читаю книги. Вопрос в другом, понимаешь? Ты очень старался, и книга твоя будет обязательно интересна многим людям, я считаю, особенно в ЛГБТ-сообществе. У тебя много, я думаю, уже есть почитателей твоего таланта, и они будут еще. Самое важное то, что ты написал талантливую книгу. Ты написал от души, и ты очень глубинно раскрываешь психологию людей. Вот такая, какая она есть. Понимаешь? Книга вызывает эмоции и не вызывает безразличия. Это тоже очень и очень важно. У большинства, я думаю, это будут позитивные эмоции. У меня она с первых страниц вызывает как у такого эмоционального человека массу негативных эмоций. Начиная даже от каких-то таких ощущений гнева, да, до ощущения отвращения. Насколько они отвратительные, да, своим вот этим дебильным, убогим, тупорылым внутренним миром. Вот прости меня, то есть ты настолько это прекрасно раскрываешь вот этих главных героев. С этих, понимаешь, они просто вызывают отвращение. И когда все до единого вот эти главные герои вызывают отвращение, омерзение своей дебильностью, тупорылостью, вот этой дебильной примитивной психологии, которую я в них читаю, понимаешь, но я думаю, ну боже, какие примитивные внутренние миры. Насколько они убогие, вот этот мажор, которого ты раскрываешь, ну то есть раскрываешь этого тупорылого Ваню, да, то есть где он ну отвращение вызывает, вот это жрет постоянно, вот бабушки этой, там он нажрался, там, ну это, ну ты понимаешь, вот это я читаю все, да, и у меня возникает картинка, картинка вот этих геев, которых я, ну я понимаю, но они мне чужды, да, такие эгоистические персонажи, с какими-то очень примитивными мироощущениями, вот прости меня за эмоции, да, это лишь субъективно мое восприятие возникает, и чтение этой книги, каждая страница для меня, это какая-то пытка целая, ты понимаешь, то есть пытка, потому что это сейчас на данный момент единственная книга, которая настолько мне портит настроение, да, то есть я одинокий стареющий гей, возможно, если бы у меня был там любимый сейчас парень, там, да, вот мой, он прибежал ко мне, там меня обнял, поцеловал, да, то есть и я был бы навеселе, а тут, понимаешь, идет эта сумасшедшая война, я пережил уже состояние глубочайшего краха, сейчас стоит вопрос реально о том, что я две свои диссертации не защищу, что весь тот путь, что я проложил вообще за своих 35 лет из-за путинской агрессии, он канет в небытие, я нахожусь в состоянии повышенного, скажем, своего, не то, что трагедии и горе, я уже восстановился, помогаю дальшим людям, но понимаешь, я каждый день считаю все равно в той или иной степени снировирован, я сижу на психотропных тяжелейших препаратах при шизофрении, при шизотипическом расстройстве, вот, ланзапин, потому что я без этих таблеток ощущаю, что меня убьют, да, меня преследуют, меня это преследование парализует со всех сторон, потому что я не могу здесь жить, я хочу побыстрее уехать из Украины, но в ту же очередь ехать с Украины для меня целая трагедия, потому что я переживаю за маму очень сильно, она не поедет, да, то есть все вот эти моменты с учебой еще связанные, то есть мне нужно определенные вещи доделать, то есть, понимаешь, я оставляю огромную горы книг, которые недочитаны, и я пребываю в состоянии трагического ощущения, что я вот то, что собрал по книгам, я не успел много чего еще прочесть, и нужно это бросать, да, то есть, и когда вот я читать начинаю эту книгу, что ты мне подарил, да, то есть, ну, я просто полностью пропадает настроение, да, у меня полностью, ну, как бы, вот, пропадают позитивные эмоции, я только начинаю нервничать, да, вот, вот даже так я сказала, да, то есть, ну, просто действуют на нервы, своими мыслями, действиями, поведением вот эти люди, и я начинаю уже как сам психолог, патопсихолог уже анализировать их патопсихологически и психи, вот, то есть психиатрически, и, ну, понимаешь, для того, чтобы книгу читать мне на одном дыхании, мне нужно полюбить главного героя, вот так у меня, возможно, по-своему тоже примитивно устроена психология, то есть, почему я так люблю хроники Амбара, потому что я был влюблен в Курвина главного героя первого пятикнижия, потом мне было тяжело уже пятикнижие второе идет полюбить Мерлина, но ты знаешь, что уже мне очень сильно понравился Мерлин, его внутренний мир, и мне было интересно уже идти за Мерлином, и когда я читаю книги, то вот такие художественные, да, литературу, мне очень важно, чтобы кто-то из главных героев мне был близок, есть, я с очень бедной семьей гей, понимаешь, если бы в этой твоей книге кто-то из главных героев был бедный материально, обиженный жизнью, но при этом такой, что не сдается, а через страдания движется вперед, вот тогда бы мне это было близко, а тут получается, я вижу главных героев, которые от рождения, от детства, там, не знаю, они с благополучных семей, у них есть проблемы, там, гиперопека родителей, где там им набросали денег, тому охрану дали, то есть, вот он, я ненавижу вас всех, потому что там куча телефонов, охрана, и так далее, и тому подобное, то есть, вот ты прекрасно психологию описываешь их внутренних миров, то есть, это богатые люди с их проблемами, вот, с их тачками, машинами, и с их дачами, и с их родными, мне все это чуждо, я могу все это понимать, но захватываться ими, да, восхищаться ими, захопливаться, я не могу, эти люди мне чужды, я не вижу в них ничего, вот в твоем ни сострадание на данный момент, ни милосердие, все какое-то примитивное, такое убогое, и при этом они убеждены, что это все вот так классно, то есть, ну, чужды они мне, при том, что много богатых ребят, вот у меня есть и богатые, вот, и ученик у меня очень там, например, богатый, ну, прекрасный парень, тоже с небедной семьи, ну, какой у него потрясающий внутренний мир, вот, то есть, ну, разные есть люди, но вот эти именно, ребята, что ты описываешь, ну, они настолько мне чужды, поэтому, не обижайся на меня, то есть, мне нужно с твоей книгой брать перерывы, то есть, хотя бы дней два, три, четыре ее не читать, потому что, ну, не могу настолько, она мне портит настроение, вот, именно в плане, вот этих героев, вот этот их не быт ты описываешь, как они живут, как они вот кушают, как они там то делают, ну, отвратительно становится, мне просто лично это все читая, да, не то, что неинтересно, мне приходится зажимать волю в кулак, и вот заставлять себя по странице его читать, 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 вот как бы, и я вижу то, что, ну, вот уже, столько я прочел, не так уже и много я здесь прочел, у тебя, не хочу показывать книгу эту, ну, уже до 30 страниц получается, и ты знаешь, ну, я не могу этим на данный момент загореться, да, то есть, мне чем дальше читаю, тем они более становятся неприятными, и уже становится мне даже безразлично по-своему, то есть, что там у них еще будет, что они будут делать, то есть, как они будут поступать, да, что хотят, то и пускай делают, потому что это, ну, не те герои, которые будут вызывать у меня позитивные эмоции, но это лишь мое субъективное мнение, твоя заслуга, первое, ты вызываешь эмоции у людей, и они могут быть разные, у кого-то будут, ой, классные, супер, у меня, например, они негативные возникли, в силу моей какой-то психологии, жизненного пути, это же здорово, когда книга вызывает эмоции, но я не буду ее называть, не буду говорить, потому что вот я не хочу тебе делать какой-то там черный пиар, это не нужно, ты очень талантливо написал, у тебя много есть тех читателей, которые будут восхищаться заслуженно этой книгой, во-вторых, ты очень глубинно на самом деле раскрываешь человеческую психологию, ты раскрываешь их психологию, их внутренний мир, вот этот внутренний мир, кому-то он приятен, мне он отвратителен, примитивностью, убогостью, то есть вот этой, ну, не вижу позицию героя, понимаешь, не хватает мне того героя, который, как тот Геркулес или Прометей, проходя страдания, движется к свету и помогает там другим, но это лишь мое видение, понимаешь, это же близко мне, моему тяжелому пути, а кому-то это чудо, понимаешь, это лишь мое субъективное видение, дальше ты талантливо написал и в нормальном таком объеме, и у тебя, ну, хорошо работают, в принципе, все ты лаконично, скажем так, описываешь, все понятно, доступный язык, и написал, конечно же, ты творчески эту книгу, и я желаю тебе, чтобы ты творил и писал дальше, у тебя есть талант, и на тебя будет ожидание, дать, естественно, свой успех, нужно просто дальше писать книги, и будут читать эту книгу, перечитывать еще, и анализировать там, возможно, по-разному, ты понимаешь, вот поэтому пиши, твори, это на самом деле интересно и уникально, и ты вызываешь у меня уважение, потому что ты написал на геи тематику, таких книг очень мало в Украине, на просторах СНД, успеха тебе, удачи, не обижайся на меня ни в коем случае, потому что то, что я ощущаю, что я говорю, ни в коем случае не умаляет твою книгу, она потрясающая, она интересна, она уникальна, и пусть у тебя все получится, от души желаю тебе успеха, процветания и благополучия, вот тебе ответил, поэтому не обижайся, я буду дальше ее читать, ну вот, если только, я думаю, что я успею ее дочитать, если не успею, то уже не успею, посмотрим, то есть на все будет воля высших сил, вот, ну, по крайней мере, там, раз у три дня, у четыре дня, я буду, думаю, уделять ей тоже какое-то время, там, страничку две прочитаю, потому что очень много, и по учебе идет у меня, и по, ну, очень недочитанных много книг, я спешу и ту почитать, и ту почитать, и ту почитать, потому что много чего не дочитал, тебе удачи и успеха, вери в себя, у тебя все получится, удачи, мой друг. Спасибо.